Дома номер 3 по Петровскому бульвару 60 лет. Четыре месяца назад, впервые за прошедшие десятилетия, здесь начался капитальный ремонт подъездов. Однако радость жителей, которые наблюдали за ходом строительных работ, постепенно сменилась горьким разочарованием. Фонд капитального ремонта нанял подрядчика, стройком в лице Минакова. И те уже нанимают бригаду строителей. Значит, пришла к нам бригада строителей, обещали очень много. Говорили очень красиво, но на самом деле у них нет ни специалистов, ни работников, ни ремонтников, у них нет ни штукатуров, ни маляров, ни плиточников, ни столяров. Просто есть люди, гастарбайтеры, как обычно у нас работают. Работу выполнили все неграмотно. Во-первых, технология не соблюдалась. Я строитель, опыт работы на строительстве очень большой. Вот проработал я в строительстве больше 40 лет. Поэтому все нюансы выполнения строительных работ я прекрасно понимаю и все. Поэтому, если посмотреть, даже, ну, самое главное, то, что есть технический надзор, который приезжает сюда, но никаких, видимо, замечаний не дает или предписаний не дает, потому что работа выполнена очень громадная. Жители уверяют, что кроме строителей из бывших советских республик работали подростки. Нанятые, кем они наняты, откуда мы знаем. Замещание мы им делали, нам дядя сказал, мы это выполняем. Это ради строителей. Ужасно положили плитку. Без слез на нее смотреть просто невозможно. Вот на вот этой плитке работы были остановлены, потому что это не кладка. Сбили плитку перфоратором старую, хорошую. Начали ложить новую плитку, но начали ложить без стяжки, на цемент, без всякой смазки, чтобы была стыковка клея плиточного со стяжкой. Просто на сухую. Вот когда мы увидели эту работу, мы, конечно, эту работу остановили и сказали, плитка ложится неправильно, плитка ложится неверно. Если полы посмотреть, то они вообще некачественные полы. Там вообще никакая, ни в какие рамки даже не входит. Даже любой рабочий, который это делает лучше, чем они начали делать, поэтому работы были прекращены. Но когда конец окраивают, не знаю. Если посмотреть на лестничные площадки, лестничные марши, то особенно ограждения, то оно вообще, как были потеки, так они и есть. Сосульки до 5-6 миллиметров висят от краски. Надоела пыль, грязь. И конца, и края этому не видно. Все коммуникации вот эти поснимали же. Надо же было их на место, хотя бы кабель-каналы там сделать. Ничего. Ходим. У меня в подъезде вообще мужик, мужчина с инсультом. Его бабушка еле водит. Представляете, пока не распутается с этих проводов. И это постоянно, постоянно. Если бы мы хоть видели, когда будет конец, ладно. Ну, нет уже сил ждать. Ни в одном подъезде ремонт не окончен. Люди пытаются самостоятельно повлиять на ситуацию. Мы звонили в фонд. У нас есть куратор фонда капитального ремонта. Мы звонили в управляющую компанию. Те сказали, мы в этом деле никакого участия не принимаем. Мы написали письмо во все инстанции. Вот завтра только будем его отправлять. Но сегодня решили вызвать телевидение, потому что мы не можем жить вот в этом, простите меня, богодельне в этой, которая творится у нас в подъездах. Прокомментировать ситуацию мы предложили представителю подрядной организации «Стройком» Евгению Гордиенко. Да, есть некоторые недочеты, из-за которых, собственно, и остановлена работа. В данный момент выходит новая бригада устранять. Когда? Выйдут люди в эту субботу, это 28 число, 28 сентября. И плиточники становятся на первый-второй подъезд стелить плитку. Также в понедельник выйдут штукатуры, устранять все замечания по первому-второму подъезду, а также производить малярные работы в третьем. Интересно, что на вопрос, почему нельзя было сразу сделать работу нормально, представитель подрядчика ответил следующее. Я не могу прокомментировать, если честно. А кто-то контролировал ход работы? Контролировал я. Судя по этому ответу, опасения жителей относительно того, что подрядчик не успеет закончить капремонт до 1 декабря, вполне обоснованы. Но прораб стоит на своем. Работы будут выполнены качественно и в срок. Редакция Пятого канала продолжит наблюдать за ходом событий. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо